В эфире новости в студии Наса Дубинина. Здравствуйте! Главные темы этого выпуска. Помним, скорбим. В День памяти защитников Отечества к могилам погибших бойцов легли цветы. 413 дней от начала до победы. Хроника войны и воспоминания очевидцев. Как воевали и кто помог выжить в Музее боевой славы представлены снимки военкоров. 14 августа 1992 года. Дата для республики трагическая. Ровно 23 года назад в этот день в нашу страну вошли грузинские войска. Началась Отечественная война народа Абхазии, длившаяся 413 дней и ночей. 12 тысяч участников, более 2700 погибших, более 5000 раненых, около 200 пропавших без вести. И все эти жертвы не напрасны. Грузинские агрессоры потерпели поражение. Ежегодно 14 августа в Абхазии отмечается День памяти защитников Отечества. К могилам погибших воинов несут цветы, чтобы снова и снова доказать, что подвиг их не забыт. С утра к мемориалу в парк славы в сухом и нескончаемом потоком шли люди, молча отдавая дань памяти героям Отечества. Традиционно в этот день у мемориала славы многолюдно. Руководство республики, министры, депутаты, сотрудники различных ведомств пришли почтить память тех, кто смело и без колебаний встал на защиту нашей Родины 23 года назад. Также это повод для каждого вспомнить, что 14 августа далекого 92-го значит его личной истории. В 92-м году я был в отпуске, будучи военнослужащим Российских вооруженных сил в городе Черкесске. Именно в этот день к нам туда подтянулись абхазцы, ребята, которые отдыхали на камбинь-водах. И от них вот эти подробности, они кварчерские были, попросили помощь, чтобы их сюда отправить. И по телефонной связи практически никакой не было. Мы с ними прошли в республиканский военкомат, и я обеспечил для них переговоры по радиостанции с нашими ребятами в Порчале. Так я узнал именно этот день. Когда началась война, Виталий Габния тоже находился за пределами Абхазии. Будучи студентом второго курса экономического факультета Абхазского государственного университета, он поехал в Москву на летние каникулы. Пришла информация по новостям, что началась в Абхазии война. Это было для парня из Большого Советского Союза очень близко к сюрреализму, что такого просто быть не может. Но в ту ночь мы выехали на автомобиле с четырьмя друзьями. Граница уже была перекрыта, поскольку был высажен морской десант, и Гагра была взята противником. Мы долетели на вертолете до Красной Поляны, и оттуда в ночь вышли на Аладхару. Для многих жителей Абхазии и почти для всех, кто находился за ее пределами, эта война стала полной неожиданностью. Люди просто отказывались верить, что грузины осмелятся обратить оружие против своих же соседей. Однако многие внутри страны были готовы к такому шагу со стороны Грузии. Когда я увидел вертолеты, которые шли на Сухум, я понял, что что-то началось. Хотя, конечно, надо сказать, что мы видели, что ситуация, складывающаяся к тому времени, вела к войне. Усиленно тогдашний министр внутренних дел снабжал оружием села, вооружал население грузинское. И это все он делал открыто, и мы видели, что все шло к войне. Этот день стал трагической датой для всего абхазского народа. Война пришла в дом каждого, а ее последствия мы продолжаем ощущать и по сей день. Вообще, эта дата для нашего народа очень сложна и тяжела, поскольку это была отправная точка. Вообще, понимание и существование нашего народа как такого на карту было положено практически все. Мы смогли и мы выстояли, в том числе и выстояли в тяжелейшей блокаде. Со дня окончания войны прошло немало лет. Выросло целое поколение людей, которые, к своему счастью, не застали войну. Задача тех, кто помнит, передать эту память своим детям, потому что понимание истории своей страны, своего народа – это единственная основа, на которой можно построить светлое будущее. Сегодня я вызвала такси и ехала сюда на возложение. Вот там, где художественная школа, дорога была перекрыта, и такси остановилось. Вслед за нами ехал джип какой-то за рулем, молодой парень, светленький такой. И он, я выхожу с такси, а он этим ребятам, которые перекрыли дорогу, говорит, «Ора, что у вас сегодня там?» Я была в шоке. Я развернулась, подошла и сказала, говорю, «Сегодня у нас начало войны». Я прожила всю эту войну и видела очень много смертей, видела, как его ровесники, мальчики погибали геройски. И если сегодня наша молодежь говорит, что сегодня у вас там происходит, у нас нет тогда будущего. Пускай наше правительство, наше министерство культуры, образование, пускай занимаются, наши родители воспитанием своих детей занимаются. День начала войны – это также повод вспомнить, какой пример сплоченности показали защитники нашей Родины 23 года назад. Как преданные они были друг другу, как любили свою Родину и как шли на смерть ради того, чтобы их потомки жили в свободной стране. Надежда Боровикова, Турник Амич, Баабаза ТВ. Факт войны, а затем победы в ней для жителей Абхазии неразрывно связан с именем того, на чей боевой клич о помощи откликнулись сотни друзей и тысячи жителей республики. Владислав Ардземба – бессменный главнокомандующий, вечный лидер абхазского народа, чье имя уже давно стало символом, олицетворяющим честь, совесть, смелость. Сегодня в День защитника Отечества Абхазии на могилу своего первого президента шли люди, которые не прийти сюда не могли. В официальной хронике событий 14 августа 2015 года визит на могилу первого президента Владислава Ардземба не значился. Однако разве нужны протокольные предписания тем, кто в далеком 92-м сердцем шел на защиту Родины, понимая, что силы не равны. Но Владислав сказал, что выстоим, что надо бороться. И они ему поверили. С именем Владислава Ардземба у невольных свидетелей кровавой войны 92-93-го годов связаны слишком много. И вопрос, почему пришли сюда, для них кажется нелепым. Потому что позвал сердце. Иначе никак не скажешь. Как можно не прийти в этот день сюда? Да. Во-первых, наш главнокомандующий нашей армии Владислав Григорьевич здесь. Это его родное село. И он покоится здесь, в этом месте. Это вообще историческое место. Линия Гумистинского фронта. Как можно в этот день не посетить могилу Владислава Григорьевича? Отдать память? Такой вопрос даже не должен возникать. Траурный день, линия фронта, где стояли наши ученики прежде всего. И лидер наш. Отдать просто дань памяти. Это должен каждый человек прийти на могилу. Я помню очень много выступлений Владислава Григорьевича. Мы их с таким вниманием ждали, слушали. Я достала вот такой маленький радиоприемник полупроводниковый. Плохо он работал. Все собирались у нас соседи. Ухо вот так подставляли, чтобы что-то там услышать. И вот он это сказал, вот он это сказал. Вот осталось для меня ощущение тепла и благодарности к этому человеку. Вот страх тот и тепло от этого человека исходящее. В день защитника Абхазского Отечества сюда не могли не прийти те, кто плечом к плечу вместе со своим главнокомандующим прошел эту страшную войну. Беслана Авицба весть о начале боевых действий застала в Ростове. Он, не задумываясь, сорвался с места и приехал на родину. Переходил через Дамхурц. Иных путей на тот момент не было. В ту минуту пришло ясное и четкое осознание, насколько убедителен и авторитетен Владислав Арзенба. Мы переходили 19 или 20 августа, я не помню, через Дамхурц. Когда я с высоты посмотрел вниз и видел, как по вот этим вот горам идут сотни людей, я не понимал, честно говоря, что ими движет. Это же не только абхазцы были, это были наши братья-представители. Ишера, родное село Владислава Арзенба, от войны пострадало больше многих других. О первых обстрелах родной Ишера рассказывают односельчане Арзенба. А я на третьем этаже стою, значит, смотрю на этот вертолет. А он стоит и стреляет по плацу. И городок военный обстреляют, где люди сейчас живут. А дом Арзенба не попало. Они, видимо, не усекли. Где-то знают, что где-то в этом районе был. Они и на него целились. С самого утра жители Ишеры шли к мемориалу Владислава Арзенба. Уже после возложения педколлектива ученики направились в местный музей боевой славы. Его экспонаты теперь находятся в здании Ишерской школы. Своё здание у музея было, но его снесли и уже три года обещают построить новое. Здесь в гуще исторических предметов невольно окунаешься в воспоминания, порой не совсем приятные. Однако на вопрос, как для вас началась война, ответы они уже не забудут никогда. Детишки мои были маленькие, как раз с бабушкой пошли на кладбище. И жуткая тишина, и грохот гусениц. Страшно это вспоминать. Паника, конечно же, неизвестный страх. Хуже всего вот это вот. И вдруг я слышу такой, знаете, взрыв, шарах, шарах. И мы с ней сели около калитки и сидим. Я говорю, что такое? Она говорит, война. Я говорю, какая война? Ты что говоришь, какая война? И смотрим, люди бегут с пляжа, отдыхающих же полно. Все с детьми, все тащат их, все какие-то безумные лавина людей. В общем, какая-то вот такая неразбериха. Я вот это запомнила на всю жизнь. Безумные глаза детей, людей. Отрадным было увидеть и то, что, несмотря на последние деньки летних каникул, которые дети стараются провести как можно активнее, ученики Эшерской школы пришли сюда. Почтить память и отдать священный долг. Мы приходим в этот музей 30 сентября. 14 августа. Сегодня день начала войны. Мы пришли почтить память всем погибшим. Я хочу сказать, что мы никогда этих ребят не забудем. И мы будем всегда помнить о них. Так как, если бы не они, нас бы здесь не было. Нам сейчас учителя рассказывают о Владиславе Григорьевиче, о солдатах, тех, кто погибли. И мы всегда слушаем. Нам интересно всегда слушать об этом. Нет, нет, мы обязаны, должны были прийти. Это наша, ну, как бы, обязанность прийти. Он все сделал для Абхазии. Нам бы совесть не позволила прийти. В такие памятные для всего народа Абхазии дни в Эшерском музее атмосфера совершенно особая. На экране идет военная хроника. С чувством гордости и своей личной боли директор музея Марина Тванба осматривает экспозицию. Ей хочется, чтобы в этот день эти фотографии и личные вещи бойцов увидела как можно больше людей. Однако, к сожалению, о том, что музей временно переехал в школу, знают не все. Абсолютно каждый предмет в этом музее для его директора святой. Она чтит историю всех своих экспонатов. Есть здесь и кадры, привыкнуть к которым совершенно невозможно. Полкотельный момент. Это в мартовском наступлении. Наши ребята попали в плен. А вот этот момент. Они их ведут на расстрел. Представьте себе, через несколько минут уже их не будет в живых. Первого парня мы знаем, Варлам Тванба, из Дуривша. Вот второго парня мы не смогли никак установить. Но родственники, когда перезахоронение было там сзади республиканской больницы, родственники Варлам Тванба говорят, что именно в таком же они положении лежали друг на друге эти ребята. Эшерская линия фронта – одна из кровавейших страниц Отечественной войны народа Абхазии. Теперь, когда здесь находится мемориал первому президенту, лидеру абхазского народа Владиславу Ардзенба, тропа сюда не зарастет никогда. И наша задача – передать будущим поколениям всю боль утрат и значимость победы. Чтобы помнили. Илана Казамба, Раму Камкия, Абазат ТВ. Как это было? Как воевали? Кто помогал стране выжить в этот сложный период? Обо всем можно узнать, посетив музей боевой славы имени Владислава Ардзенба, где открылись экспозиция, посвященная дню начала войны, и фотовыставка, приуроченная ко дню добровольца, которая в Абхазии отмечается 15 августа. Мария Анна Котова с подробностями. Ни этот ребенок, ни этот мужчина никогда не видели человека на фотографии. Но они всегда будут помнить о нем. Юрий Капш мог бы быть счастливым отцом и дедом, но погиб за пять месяцев до рождения сына. 15 августа 1992 года. Взяв в руки собственное ружье, он пошел защищать родную Цандрипш от грузинских диверсантов, высадившихся со стороны моря. Когда десанты высадились в Цандрипшском районе, он первый погиб. А потом еще за следом Габлия, Роман тоже вон. А это внизу в Цандрипши, а это наверху в Цидраном дороге, он там погиб. 16 августа тело Юрия Капш передали семье. Его удалось выменять за Мерседес. На второй сутки его привезли с обменом Мерседеса. Его на обмен, обмен делали Мерседес, машина импортная. Тогда они взяли машину и его труп нам дали. Домой привезли. И на второй день его похоронили. Его не могли держать. У него весь тело, такой пуля у него была. Дочери Юрия Капш Хатоне тогда было 10 лет. Девушка отчетливо помнит, как он уходил на войну и как привезли его тело. Боль воспоминаний она компенсирует знанием, что отец погиб не зря. По наслышке, говорят, успел отстреливаться, хотя он своим ружьем охотничал. Отстреливался и убил несколько человек. В первые дни войны важно было не растеряться, а мобилизовать все свои силы, говорят участники тех событий. Но даже подготовленные люди находились в состоянии шока. Эмма Идовж Бабтигода, молодой медработник военной части, вспоминает, что подготовка к войне началась задолго до ее наступления. Но все равно стало неожиданностью. Ардзенбе уже знал, уже 89-го года уже собирал у нас. Солдаты у нас служили, у нас были офицеры, которые наших ребят, которые находились в российских частях, они вернулись, служили у себя народе. Мы уже принимали присягу на абхазском языке. Наши солдаты охраняли город. Как вспоминает Эмма Идовж Бабтигода, о первых жертвах стало известно в ночь с 13 на 14 августа. Вот подошел ко мне наш друг Хашба и говорит, что он ранен. Я удивилась, когда увидела точечки вся в крови, говорю, что случилось. Говорит, в Ахуре я или ушел, а других в плен взяли. Я уже знала, уже с трех часов ночи знала, что война в Абхазии началась. Но нам сказали молчать, а то посудим вас. Все, вот, и мы молчали до утра. Медикаменты в военной части закончились в первый же день. И чтобы не остаться без лекарства и перевязочного материала, медработникам пришлось ездить по аптекам, собирая все необходимое для спасения раненых бойцов, рассказывает Эмма Идовж Бабтигода. Вечером к нам приезжает Вячеслав Григорьевич Хардзенбе и говорит, что у вас осталось, да, медикаменты. Я ему говорю, уже последние закончились, у нас что было. И он мне говорит, что присутствие нашего, вот этого бывшего депутата, Кецба, Атамаз, и вот внизу у нас, и там и Климович, и Викамогович, и Кокалия все. И он говорит, пока используйтесь аптеки, пользуйтесь этими аптеками пока. И вот мы выехали на четырех машинах, мы почти все вывезли, все медикаменты, перевязочные материалы, отвезли мы в Ачадарский полк. Кадры, видеохроники и фотоснимки напоминают о том, что и так из памяти ничем не сотрешь. Но многие, по их же признанию, с течением времени смотрят на эти фотографии совсем другими глазами. Спустя 20 с лишним лет по-другому на все началось смотреть. Мы тоже были моложе. Наверное, у меня все совершенно другие впечатления. Вот смотришь на, особенно на людей, которые приехали за рубежа, из России, с Северного Кавказа, с Турции, вот смотришь на фотографии, такие молодые лица, и думаешь, вот они могли жить спокойно себе. Где-то была война, в принципе. Могло их это и не коснуться. Вот у них могли быть дети, они могли бы жить. А вот смотрим, а их нет. Большинство из этих бойцов были молодыми, неженатыми мужчинами. Но сегодня их оплакивают не только родные. Новое поколение Абхазии – дети, рожденные уже в мирной, свободной стране. Знают о них и чтут как собственных родителей. Им важна любая информация о бойцах, защищавших родину для них. На самом деле так все воспринимаю, как будто бы при мне все было. Как будто во время войны я жила, я была. И читаю много, и все, и родители рассказывают, и все, и отец, и все воевали. На самом деле дяди, и тети, даже и женщины. На самом деле вот каждый день слышим что-то, какую-то информацию, что-то новое. Сидим вечерами истории, слышим про войну, отец рассказывает. Музей боевой славы сегодня по крупицам собирает историю Отечественной войны народа Абхазии. Совсем недавно эти экспонаты были чьей-то личной собственностью. Некоторые пылились в архиве Минобороны. Но потихоньку люди приносят фотографии своих близких, письма и другие вещи, представляющие историческую ценность. По словам директора музея МЗИ Бея, им нужна помощь и другого рода. Очень хотелось бы, чтобы наша молодежь приучилась ходить в музей, изучать свою историю. И вообще хотелось бы обратиться к молодежи, чтобы в качестве волонтеров помогали бы музею составить все, что необходимо, для того, чтобы в будущем передать в их руки и дальше продолжать традиции музея. А ведь действительно, чем больше времени проходит событий 14 августа 1992 года, тем большую ценность приобретает каждая вещь, каждое воспоминание этого дня. Ведь новое поколение жителей Абхазии, чье прошлое никак не связано с войной, должны знать, что было до них и во многом для них. День 14 августа безусловно трагический, но в то же время он стал отправной точкой мощного подъема абхазского народа, который ценой больших потерь отвоевал свою свободу, говорится в обращении президента Рауля Хаджимба в связи с 23-й годовщиной начала Отечественной войны народа Абхазии. Память о войне и ее жертвах, уважение к ветеранам и к подвигу нашего многонационального народа. Важнейшая основа строительства стабильного и безопасного будущего для нынешнего и новых поколений граждан Абхазии, отмечается в обращении президента Рауля Хаджимба. А во второй половине дня президент провел встречу с добровольцами, которые принимали участие в боевых действиях, помогли абхазской армии одержать победу над грузинскими войсками. «Здесь ваша родина, и мы всегда рады видеть вас, ведь вы те люди, которые проливали кровь за нашу общую землю», отметил Рауль Хаджимба в ходе встречи с добровольцами. Вместе с вами мы завоевали свободу. Сегодня, 14 августа, мы уже сегодня с ребятами говорили, «Конечно, тяжелейшая дата, но и нужно помнить всегда о том, что именно 14 августа положило начало победному шествию к 30 сентября. Не было бы всего того, что сделали вы, не было бы той Абхазии, которая есть сегодня». «Мы преклоняемся перед памятью всех тех ребят, которые сложили головы, защищая Абхазию, защищая абхазский народ. Мы гордимся вами, те, кто рядом с нами был в самые тяжелые минуты». 15 августа в Абхазии отмечают День добровольца. В программе предусмотрены возложения венков к памятнику добровольца в Гудауте, к могиле первого президента Республики Абхазия Владислава Арнеба и в парке «Слава» в городе Сухум. Затем добровольцы посетят музей боевой славы в городе Сухум, а завершатся мероприятия праздничным концертом в Абхазской государственной филармонии имени Рождена Гумба. К другим темам. Президент и вице-президент Республики Абхазия побывали в стиле Уарча Гулырыбшского района на учениях Центра специального назначения СГБ Республики Абхазия. Как сообщает официальный сайт президента, сотрудниками Центра были продемонстрировали оперативные мероприятия по обнаружению противника, тактика обезоруживания подозреваемых в автомобиле, захват зданий. Рауль Хаджимба и Виталий Габни осмотрели имеющиеся на вооружении образцы оружия и техники. В ходе встречи с личным составом Рауль Хаджимба высоко оценил уровень подготовки сотрудников Центра и заверился во всесторонней поддержке со стороны руководства Абхазии, в частности, в вопросах материально-технического обеспечения. 14 августа. Начало Успенского поста у православных верующих. Длится он две недели. И лишь в выходные дни разрешается пища с растительным маслом. Этот пост установлен перед великими праздниками «Преображение Господня» и «Успение Божьей Матери». И в завершении выпуска прогноз погоды. В субботу в Абхазии сохранится жаркая погода без осадков. Температура воздуха днем плюс 34. Ночью 24 градуса тепла. На этом у меня все. Напоминаю, с новостями вы также можете ознакомиться на нашем сайте в интернете. Его адреса – база.тв. Всего доброго и приятных выходных!